Всем привет! Началась, короче, зачищать вам, а не включила камеру. В общем, сейчас это... Чуть не забыла вам показать. Совсем я забыла стирать. В общем, сегодня стираем 14-е. Наметьте планы на следующий год. Ну, это я могу весь год метить и галочками поставить. Дальше у нас сегодня еще 13-е нам надо стереть. Так, 13-е. Напиши себе письмо в будущее, расскажи о себе через 5-10 лет. Ой, вот это вообще не люблю, это дело. Вот прям вообще не люблю. Не знаю почему, ну, не знаю, выполнено нет, но раз уж написано, надо выполнять, наверное. И раз мы назад идем на одну, то... Восьмое. Кататься на коньках. Ой, ну это надо будет сделать. Это же зимнее дело, за всю зиму я дам выберемся. Я нашла и мои, и Денисовы коньки. Поэтому это может быть еще сделано. Пока у нас только с вами одна галочка стоит. Так, все. Мы уже большое дело сделали. Сейчас приду себя в порядок и поболтаем с вами, расскажу, что тут у нас как. Вот и я в камере. Я наконец-то добралась до телефона, нашла себе скромный уголок, где можно сесть и поболтать с вами. Потому что несколько дней я вообще ничего не выкладывала, не снимала, в общем пропустила. Потому что берегла, берегла я своих и не уберегла. Да, вам посоветовала, что берегите, запасайтесь витаминами, кушайте витамины. И сами, конечно, мы это все выполняли. Но грипп, вирус, такая штука, что неизвестно, да, где выстрелит еще. В общем, дом у меня лазарет. Ну, лазарет в чем? У меня заболела Лика, следом заболел Денис. И, соответственно, первые дни вот это все, конечно, как-то не до чего. Вот. Ну, Лика, слава богу, не сильно, не с высокой температурой. В общем-то, в школе почувствовала себя плохо. Позвонила, и Денис ее съездил, забрал. Вот, приехали, температура была невысокая. Ну, там 37,5-37,6. То есть она выпила колодец, потому что была ломота, уснула, проснулась там 37,1. В общем, такое вялотекучее состояние, просто недомогание, и достаточно так не сильно. Но зато к вечеру, мы когда засыпали, я говорю, Денис, ну, у тебя температура? Нет, нет, нет. Ну, вот мне показалось. Нет, наутро фига, пожалуйста, температура. И если Денис болеет, то он болеет прям конкретно, то есть по 39. Вот. Но мы почитали, это, скорее всего, грипп. Потому что грипп сейчас так и проходит. Пару дней недомогания. Мне как раз кажется, у Дениса и было это недомогание пару дней. Потом температура 2-3 дня. Ну, а потом как бы на спад идет. Все переносят по-разному. У меня знакомый болел, он температурил. Еще и было расстройство кишечника и оттуда, и отсюда. В общем, очень много болеет. Но я об этом уже говорила, да. Я постоянно говорю, что действительно в Москве огромное количество людей болеют. Я, честно вам скажу, когда была пандемия, и закрывали там нас на карантин, еще на что-то. У меня столько в окружении, я не слышала случаев, что болеют. Да, там кто-то заболел. Но вот прям вот, чтобы в ближнем окружении, чтобы так вот массово болели, как сейчас, я так не слышала. Сейчас прям очень много. Вот. Ну, ничего, это мы как бы дело прорвемся, пройдем, ничего страшного. Мне главное самой тоже не цепануть. При этом у нас как раз где-то за 5 дней до этого я говорила, даже помню, что мама от чего-то приболела. Ну как, она просто, я не помню, куда-то она ездила, приехала, резко потекло. Знаете, как слезы, сопли, все вот это вот. И буквально она там на ночь выпила колдрекс, я тоже давала. Не было ни температуры, просто общее состояние. И на утро она уже нормально более-менее была, она как будто простыла. Может быть, был как раз именно тот самый вирус, и просто он передаст, как раз 5-7 дней обычно распространения. Но она перенесла легко, а там кто-то уже лика посложнее, а Дениса вообще сложно. Вот. Поэтому, соответственно, я такая вся. Не до съемок, ничего не хочется. Ну, все дела, собака, все, как бы, когда на тебе уже как-то не до чего. Вот. Но все равно что-то происходит. Я заказала стол, наконец, на кухню. Знаете, так получилось, я же говорила, что я выбираю стол, все смотрела, во-первых, какие-то такие бешеные деньги стоило. Ну, столы, которые, они мне не особо нравятся, и что-то я была удивлена. И тут я что-то залезла. А, знаете, что, залезла в хофф. Я все ждала, мне же должны были начислить бонусы за кухню. Ну, купила я то, что там, там большая сумма, да, и мне должны были начислить. Мне начисляют, начисляют там течение двух недель. И большая сумма. Я почему же ждала, я хотела поехать в хофф, там дюль закупить, шторы, там постоянные скидки, ну, и что-то посмотреть. Нет, 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 нет. Звоню, я говорю, здравствуйте, а что-то у вас мне не начисляют бонусы. Она начинает смотреть, ну, хорошо работает, вот эти менеджеры, которые, ну, как этот, которые, ну, которым звонишь, соединяет кулцентры. Она говорит, а вашу карту не провели? Я говорю, как не провели? Меня спрашивали на телефон, когда я плачула. Он говорит, ну, вот не провели. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Он говорит, сейчас мы буквально, там, через полчаса, у меня на числе, сколько-то, 2700 у меня бонусов получилось, 2700. Вот, и я стала что-то смотреть, и смотрю, новинка, стол, такой серый, там, такой деревянный. Интересно, как. Захожу, думаю, дай, посмотрю, как он треет, смотрится, может, кто-то покупал. И смотрю, что люди именно покупают под практически такие же кухни, фасады, такой же столешницы, эти столы в кухню. То есть этот стол фактически под нашу кухню сделан. И стоит он всего, там, что-то, 7,5 тысяч, только 90, он такой недорогой. Вот. Думаю, дай-ка я это, посмотрю еще. Короче, заказала его, еще использовала эти банны. В общем, мне что-то он 5200, что ли, обошелся вместе, ну, с вычетом бал. Ну, теперь должны привезти, домой не возят, вернее, домой возят, но это надо заплатить 1600, что ли, за доставку, плюс за подъем 600 рублей. Короче, пол стола. А у нас же рядом хофф, я туда заказала, теперь должны в течение недели туда доставить. И мы, короче, ну, я думаю, раньше они доставят. Поем, заберем просто сами. Вот. Потому что, потом осталось смотреть стулья. А сейчас, знаете, наверное, многие видели, такие они на деревянных ножках, а сверху пластиковые, такие, как яйцо. Многие сейчас везде, где эти стулья есть, и там рекомендованы к этому столу эти стулья. А я же хотела мягкие стулья на кухню, а Денис, в принципе, против, говорит, у нас животные. И, как бы, блин, быстро могут убиться эти стулья. Я хотела мягкие, с другой стороны, там не очень много места. И он мне говорит, я ему показываю, что вот эти стулья серые заказывают, вот этот пластик, как яйцо, вот, типа, заказывают вот под эти столы. И он посмотрел, говорит, в принципе, неплохо. Но я смотрю, они там стоят, ну, в районе трех тысяч один стул. Я думаю, это дорого. Я знаю, что на Валбересе их продают комплектами. Залезай на Валберес. На Валбересе четыре таких стула стоят семь тысяч. И, плюс ко всему, я нашла чехлы на этот стул, на эти стулья. Вот. Есть разного цвета. В общем, короче, я заказала четыре стула. Вот они придут, мы посмотрим их, соберем, если они нас устраивают. Потому что мама говорит, ну, не понравится, да, надо что-то, хотела менять. Ну, в общем, мы соберем. И если все подойдет, я просто закажу чехлы, какой-нибудь такого цвета, прям прикольного, чтобы нам их истирать можно. Чехлы, короче, это удобнее. А вниз, если чехлы не толстые, то можно просто подушки подать чехлы, и будет мягкий. Я так вот прикидываю. Ну, в общем, посмотрим, что придет. То есть, ну, я рада, что я заказала. Ну, естественно, я не заказала еще потолочников. Я не заказала еще эти двери. Дверщики нам же должны делать плинтуса на кухне. Потому что на кухне плинтус, короче, я купила деревянный. А для этого нужна специальная машинка. И наш вот рабочий, он сказал, что у него не было с собой машинок. Говорит, ребята, сделают. Я, говорит, им сам оплачу эту работу. Ну, поскольку мы оплатили всю полностью работу. Вот. То есть, надо заказать еще из-за этого дверщиков, чтобы они и двери успели сделать, и вот это мне поставить. Вот. Не знаю, может быть, с потолками до Нового года и не получится уже. Не понимаю, я еще успеем, нет. Вот. Короче, как-то вот так вот у нас происходит. Почему? Не убережешь так тоже, да? Неизвестно, откуда прилетит эта гадость. Самой бы головной удержаться. Я сейчас пью этот витамин С. Примерно, сижу как это. Кстати, в новогодние, да? Надо что-то в новогодние. Вот я в новогодних в лесовых штанах своих, в своих мишках. Освещение у меня здесь еще то. Здесь вообще я не могла лампу подключить. У меня сейчас стоит на штативе кольцевую. Потому что у меня здесь нет электричества даже еще пока. Не заболел. Он же должен был делать электричество, а он заболел. Я хожу, пытаюсь разобраться в комнате. У меня это плохо получается. Потому что одно и сложное. Ну, я тут что-то уже пыталась двигать. В общем, как-то так все. Дома, лазарет. Особо ничего. Только есть готовишь. Ну, правда, вот морс сварила Денису. Вот тоже. Он заболел. Сразу сварим мне морс. Говорит, твой лечебный. Говорит, я сразу выздоровлю. Помните, я собирала смородинок, ржунник. Это все в одну. Моразила порциями. Вот сварила. Я варю его прям насыщенно. И сразу сахар не добавляю. Не забывает. Мед добавляет. Бывает, сахар добавляет. В общем, каждый сам себе по вкусу. Он кислый получается. Но это как бы польза. Вот. Но хочу сказать, что... Вот. Я помню, Телека болела, когда в сентябре сильно, когда не могли сбивать температуру. Это был, конечно, ужас. Здесь температура сбивается. Все-таки и сбивается просто колдексом. Не пьем там по две таблетки в растамол. Нет. Один раз я Денису дала два норафена, потому что уже была высокая, чтобы точно сбилась. И здесь, знаете, когда сбивается, ну, потеешь. То есть, соответственно, это быстрее. Такое, в принципе, не прям критично. Критичная такая ситуация. Пока я не в сильном напряге. Вот. Че еще рассказать? Так, больше ничего. Погода. Погода, конечно, это... Это вообще... Я вот-вот снимала сегодня. Снег. Сначала снег. Да, как радовались мы новогоднему настроению. Потом вот этот тропический ливень. Ну, реально, прям ливень был. Просто ливень. И лужи. Все, по колено. Вот это вот. Я еще смеялась. У нас зима приходит неожиданно. А теперь у нас весна пришла неожиданно. Все. Коньки убираем. Достаем ласты. И потом опять снег вот этот. Просто все заваливает. Да, вот. Я не знаю. Может быть, мы не помним. Мне... Ну, вообще, я слышу. Многие часто говорят, что да. Но сейчас вот, когда заваливается снегом, да, зима есть зима. Она должна быть снежная, там, с морозами совсем. Но вот таких перепадов, я не знаю, были такие раньше перепады или нет. Вот. Что-то мне кто-то комментарий писал. Вот. То есть, ну, я... Мне кажется, такого не было, что в зиму такие вот перепады были. Именно, да, там, ладно, чуть потеплее, там не выпал снег, но чтобы ливень... Ведь в новостях даже писали, что это тропический ливень. То есть, это не просто дождик прошел. Вот так. Ну, короче, особо рассказать нечего. Просто вышла, думаю, поболтаю с вами, расскажу, что происходит. Вот. Как-то так, в общем, в суете во всем этом. Настроение сейчас как-то вот не новогоднее из-за того, что... Я думала, что сейчас вот все, закончили комнату, мы сейчас быстренько все разберем уже. Ёлку нет, пока не получается. Пускай, ну, и до этого сейчас. Так что вот так вот. Просто с вами поболтала. Пук, пук, пук. Вот. Ладно, слушайте, ну, я, конечно, уже хотела затонироваться, хотя еще месяц не прошел, но... Блин, смотрите, как волосы за месяц отрастают. Ну, в этот раз как-то делали так, что, короче, если они будут отрастать, будет все равно нормально. Смотрите, потому что какое-то и рельефное окрашивание, там какой-то глубинный цвет, и, короче, должно нормально быть. Посмотрим. Ну, мне все равно, здесь-то еще есть эта желтизна, надо ехать, надо доделать, и краска есть. Когда теперь? Ну, в данном году точно я не... Никуда не поеду, все-таки надо заниматься и дома, и все. Смотрю на бой, мне очень нравится, прям очень. Особенно в освещении они, когда... Дневное освещение просто из окна, они по одному смотрятся, а здесь они прям теплые. Но хочу прям эту комнату теплой-теплой сделать. То есть она будет прям такая классика в теплых тонах. Будет классно. Мне так кажется, по крайней мере. Ладно, мои дорогие, такой небольшой, небольшая болталочка у меня своя получилась. В таком освещении-то вообще... Вообще, можно накладывать. Ну, не выложишь, что рассказать-то вам. Я с утра когда снимала видео и сказала, что расскажу позже. Надо рассказать, что происходит. Берегите, правда, здоровье, но и в то же время, знаете, особо не пугайтесь. То есть, ну, вроде как все так проходит более-менее спокойно. Просто, ну, правда, удивительно. У нас тогда вот это вот было, когда по ковиду, пандемии, да, вот, ну, не было такого количества в моем окружении заболевших. Прям столько всего там маски. А сейчас мне сама хочется сказать, давайте, может, ведем маски там как-то это, потому что распространяется. И очень много людей болеет. И есть, кто в больницу попадает даже. И то есть, прямо есть, кто болеет. Так, серьезно. И хочется сказать, может быть... Хотя, ну, нет, конечно, я не хочу ни карантин, ничего. Ну, даже не знаешь, как лучше в этой ситуации сейчас прям как-то. Вот. Ладно, все, короче, все. Все рассказала, отчитала здесь. Пока-пока.